В нашей семье все любят готовить Папа главный по салатикам Мама готовит рыбку Старший брат любит всех удивлять Янта есть вкусно Здравствуйте, в эфире Отведай И мы ее ведущие Артем Ермаков и Олег Данилевский И сегодня у нас в гостях очаровательная гостья Директор Центра Красоты Розовой Фламинго Валентина Павловна Подстыка Здравствуйте 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 Огромное вам спасибо, что вы пришли И я вот хочу сразу с места в карьер Вопрос, который интересует, наверное, всех, кто нас сейчас смотрит Что мы будем сегодня готовить Ну, на сегодня, я считаю, надо приготовить нам вкусный диетический салат Название его будет Фламинго Валентина Павловна, с чего мы начнем приготовление салата Вас попрошу Вы мне сейчас черри порезьте пополам Возьмите досточку, да, аккуратненько На две части, не на четыре А вас могу, Олег, попросить Наверное, нарвать немножко Или можно порезать аккуратно салат А вот что лучше сделать все-таки? Порезать или нарвать? Ну, вообще принято не резать, а рвать Я вот знаю, что вы в конце прошлого года были в Москве Где вам вручили премию Точнее, не премию Почетную медаль Почетную медаль от правительства С чем мы вас, собственно говоря, и поздравляем Хотели бы немножко поподробнее об этом узнать Ну да, спасибо большое Это было 10 декабря 2015 года Эта награда была такая правительственная За мой долгий труд на поприще предпринимательства То есть, вот где центр красоты и здоровья Я уже работаю 20 лет Скажите, достаточно ли крупно, либо мелко Можно мельче рвать? Нормально, нормально Если можно, дайте мне ложечку, пожалуйста Конечно, можно Олег, ага, я хочу, надо нам перепелиные яйца сварить Как бы мы сейчас их, пока мы разговариваем Чтобы они у нас приготовились, да? Да, а вы заодно расскажите по поводу именно перепелиных яиц Потому что я знаю, что есть нюансы в приготовлении Именно перепелиных яиц, в отличие от куриных традиционных Какой вы молодец, правильно вы сказали Потому что яйцо обычно вкрутую куриное варится 5-6 минут А перепелиное надо сварить 18 минут А я думал, одну-две Потому что они меньше Нет, нет, нет То есть я правильно понимаю, само яйцо меньше, но варим его меньше? Да, да Вот как много нового я на самом деле узнал Помимо того, как варить перепелиные яйца Я еще узнал, что они существуют, оказывается Здравствуйте, это самые хорошие яйца Диетические Во-первых, можно любому ребеночку дать Также в любые салаты положить Сейчас только блюд готовится с перепелиными яйцами Мне очень-очень нравятся перепелиные яйца Единственное, что мне не нравится в перепелиных яйцах Это размер Размер? Нет, вам не размер не нравится Мне нравится их чистить, я думаю Вот, именно Потому что то яйцо легко почистить, а это яйцо И чтобы вы знали, когда вы хотите почистить яйца перепелиные Даже дома будете готовить Возьмите всегда, положите их на досточку Можно даже на разделочную И как бы возьмите рукой и прокатите Ну я понял, да Для того, чтобы с коробой Да, они сразу лопаются, тогда хорошо чистят Вот я хотел бы еще раз, кстати, напомнить про то, что 20 лет в этом году исполнилось Центру красоты розовой фламинго Мы вас с этим событием тоже поздравляем Спасибо И наверняка всем будет интересно услышать, с чего все начиналось Действительно большая история, 20 лет Я на самом деле небольшой знаток центров красоты Как и любой мужчина А по тебе заметно Как и любой мужчина в этом городе Не, ну сейчас мужчины любят салоны уже ходят Ну сейчас такие мужчины Вы же ходите подстригаться Какой-то можно маникюр сделать Не обязательно его там красить Я раскрою маленькую тайну Подстригаться он ходит последний год практически До этого, до этого Оно само отвалилось Я вот про что Про то, что я не знаток салонов красоты Но на самом деле это единственный, который я знаю Вот если у меня спросить Артем, какой ты знаешь салон красоты? Центр красоты? Я единственное название, которое смогу назвать Розовый фламинго, это правда Действительно, потому что 20 лет все-таки Я думаю, за 20 лет это название стало известно всем Да, ну это было в 95-м году открытие 22-го сентября в этом году Уже получается в прошлом, в 2015-м году 22-го сентября мне было 20 лет нашему открытию Начиналось это все так Я была первым бизнесменом когда-то в городе Занималась Честно? Да, я открывала когда-то Сакуру, если помните В 86-м году я была первой кооператор в городе Я помню На набережной была Сакуру Я как бы еще не родился, но я помню Да, даже летливо помню Да, да, вот После этого у меня были там еще 3 бизнеса Но мне всегда почему-то хотелось иметь такой женский бизнес И я решила сделать, всегда думала, чтобы придумать такое И придумала, думаю, наверное, все-таки надо сделать какой-то парикмахерскую Тогда назывались они Но на тот момент, 95-й год, не знаю, помните вы тоже или нет Ну это-то уж что Да, как Ильк сказал, он не помнит Значит, служа была взять или помещение Ну я рискнула, взяла когда-то подвал на Семеновской Вывезла там кучу грязи и как бы открыла Вывезли кучу грязи и ее продали Да, кучу грязи И был первый капитал А, грязь-то не продала, вывезла просто на мусорку Я решила, что надо в Корее купить оборудование, сделать ремонт И, конечно, я первой в городе открыла Я справился с помидорками пополам Я вроде бы тоже справился на самом деле Так, ну вы сейчас, наверное, Олег, добавьте рукколу Руккола, это вот это Да, это руккола У меня есть лук, что мне необходимо с ним порезать? Так, лук, да, тоже если можно, пожалуйста, давай помельче Хорошо, весь лук потребуется или... Нет, давайте вот прямо половиночку Да, можно еще две штучки Еще две штучки, хорошо А здесь руккола, вот такую горсточку хорошую Горсточку, мы просто ее не рвем, не режем Вкусно, нет, вообще ничего не нужно делать Она уже помыта, приготовлена Прямо так вот, хорошо Достаточно было? Да, нет, ты еще, давай еще раз так Еще, да? Еще раз Я только за А я, в свою очередь, хотел бы у вас спросить о ваших планах, о новых проектах Я вот слышал у вас новый проект СПА Ну, побывав везде и в Москве, и там, за границей Я видела, что людям очень нравится хороший массаж Ну, я думала, думала Думаю, возьму-ка я кредит Да, начну-ка я делать какой-то бизнес Ну, и решила сделать Тай-спа Фламинго На первом этаже, вот у меня там 200 метров Я думаю, что у меня прямо получился шикарный Тай-спа салон Это, кстати, очень похоже на мою историю Я тоже как-то раз решил взять кредит и делать массаж Но пока просто взял кредит Без массажа Я же кредит взяла не на массаж А кредит я взяла сделать красивое помещение То есть мне нужно было привезти мебель из Таиланда У меня теперь есть телевизор И я смотрю, как делают массаж другим Учусь пока У меня работают Таечки Так что приходите, поучитесь Раз уж хочется вам массаж сам себе делать Я с удовольствием скажу А жене так и скажу Я пошел учиться Кипит вода Кипит Так, ну теперь бы я хотела бы попросить Что? Вот нам надо порезать крабовые палочки в этот салат Они, знаете, как многие у нас прямо Очень, особенно детки любят крабовые палочки Они хорошо кушаются Наверное, желудком хорошо воспринимаются Олег, а если, знаете, как чистится креветка, да? Насколько я помню, начинается с головы А я, наверное, сейчас займусь как бы приготовлением Вы знаете, салат от чего зависит, а? От чего? Нет, не знаю Прежде всего, салат всегда будет такой вкусный Какой вы сделаете, что? Соус Поэтому, вот я сейчас буду заниматься Как бы беру горчицу Да, потом попробуйте, оцените Умею я, я вообще хорошо готовлю Так что? Так, я бы хотела, знаете, что немножко бы Мне, если можно, было терочку Терочку Терочку, с удовольствием Или вы мне прямо чуть-чуть Вот добавьте имбиря Так, положили горчицу, да? Сейчас добавляем маслица Хорошо бы медика сюда немножечко нам Растираем все это как, ну, как положено Дома же так вы работаете Можно вилочкой Я попрошу тебя это самое Это, Артем, пожалуйста, мне, если можно Пополам Пополам лайм? Лайм, да, потом мы добавим лайм туда Пока я не добрался до лайма, хотел спросить Сколько нам потребуется крабовых палочек? Ну, я думаю, что 4 хватит 4 хватит Но в случае с нашими крабовыми палочками Квен императорскими Можно и 5 А в случае со мной Можно и 6 Они не испортят Даже не переживайте Это будет наоборот хорошо Так, вы мне имбирек, да, делаете? Я, да, делаю Хорошо, молодец Так, сейчас добавим немножко устричного соуса вкусного Вот, кстати, про салон розовый фламинго Говорят очень много хорошего И в том числе, что это салон чемпионов Насколько я понимаю, это означает, что работники этого салона Являются титуловными людьми Для того, чтобы быть титуловными, как вы выражаетесь, там, или чемпионами Это то, что выступаешь на каких-то конкурсах Ну, это раньше было очень модно Выезжали, там, даже в Сочи у нас проводили всякие мероприятия В Москве То сейчас, конечно, это все пореже Но марку нужно всегда все равно держать, правильно? Поэтому, конечно, я стараюсь каждый год У меня все мастера выезжают на учебу Это вот просто отче наш такой, знаете Лайм, пожалуйста, держите Да, пожалуйста, знаете, Артем, у меня силы не хватит Хорошо, я вам помогу Я женщина, как говорится, уже взрослая И мне тяжело, если можно, выдавите просто Я выдавлю с удовольствием И хотел бы, честно, хотел бы узнать про еще ваши награды Потому что это не единственное Но у меня в свое время, это было в 2003 году Почему-то обратила внимание на меня Москва Вот, то есть я сначала не поняла, думаю, что за проверки Там проверяют налоговые уставы Ну, по работе проверка была А я как бы не то, что там испугалась Потому что я всегда налоги платила Оказывается, меня потом вызывают в Москву Это была первая моя награда, это Олимпия Она проходила в храме Христа Спасителя? Да, храм Да, вот правильно Отвестили Это, конечно, была шикарная награда Это уже Всероссийская первая была награда Затем в 2005 году меня пригласили Наградили Женщины России Как раз я там получала, прямо там Пугачева была Ну, все такие знаменитые были Все наши Нет, ну, были артисты И как бы я в этом числе попалась Все мои друзья Нет, нет, они мне не друзья Они не друзья, но Ну, уже знакомы Хорошие люди, да Безруковым рядом сидела, так что я его даже знаю Сергея, да Мы с ним потом и по рюмочке так чуть-чуть После награждения Так, я уже немножечко перемешал даже Спасибо, большое вам спасибо Прямо хорошо Сейчас мы сюда имбиря добавим Ты уже сделал, да? С имбирем вышла очень такая вот удивительная история Что именно? У меня получилось два вида имбиря Одну можно назвать, один вид можно назвать кашица из имбиря Второй вид сено из имбиря Вот, наверное, сено больше подойдет Сено нам больше подойдет Да, я думаю, да Давайте, давайте, давайте Прямо в соус и перемешаем Сколько нам потребуется? Давай, давай, прямо половинку Смелей, да? Да, да, да Так, ну что, наверное, яйца-то у нас уже готовы, да? Как бы время прошло Я попрошу, можно остудить это? Да, 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 я уберу яйца Да, да, аккуратненько Потому что в салат яйца нужны остывшие Мы сейчас креветочку дочищаем Ты приготовил все, да? Молодец У меня все готово Я стараюсь на всех парах чищу креветку А пока Олег чистит креветку Я поинтересуюсь вас Как прошел Новый год в вашем центре Кростэ? Слава Богу, мы отработали хорошо Я никогда, наш салон, как говорится, розовый фламинго Не находится так, чтобы не было людей Ну, а я уже расстаралась, как говорится То есть у меня всегда каждый год Все, кто в гости к нам ходит Они все знают, что у нас обязательно Ну, как, приемлемые, хорошие подарки То есть каждый человек, кто к нам зашел Обязательно получил подарок А если он просто зашел, мимо проходил? Ну, пусть посмотрит, как мы работаем Я просто какой-нибудь незнакомый Артем Ведущий Артем, да А я бы сказала, Артем, добро пожаловать Что вы желаете? Кофе желаете? Угостила? Во-первых, у нас всегда мы угощаем кофе, чаем бесплатно Я бы вас угостила, а потом спросила ваши пожелания А я бы вам, знаете, один, может быть, секрет По привлечению именно мужчин в ваш центр красоты Там чашечку кофе, это все понятно А вот тарелочку борща Маленькую тарелочку борща В качестве комплимента И небольшую рюмочку Да, я думаю, что в обеденное время точно Количество мужчин увеличилось Ну, я вам скажу так, вы немножко где-то в этой области правильно сказали Потому что у меня же есть повар на предприятии И девочки у меня все 20 лет едят бесплатно обед И поэтому, если вы уж меня попросите борщица И если в этот день у меня будет борщец, я вас угощу А если будет, допустим, котлета отбивная, значит котлет А вы знаете, ничего страшного И котлета тоже будет очень хорошо Ну, вот и хорошо Так, ну что, может быть, начнем оформлением салата заниматься Дай, пожалуйста, Артем, там у нас где-то уже яйцо-то остыло Так, сейчас тогда тоже, если можно, пополам его Пополам, да, каждое Мы очень много поговорили о работах, о работе, о планах Хотелось бы узнать во всем этом бешеном просто ритме Как удается отдыхать? Есть какие-то секреты отдыха? Или, может быть, не удается отдыхать? Да, что вот вероятнее всего Ну, отдых-то у каждого человека все равно есть Но у вас какой? Поэтому я стараюсь, во-первых, вы не сравните себя И меня, ваш, я имею в виду возраст, ты мой возраст Поэтому у меня отдых-то какой сейчас для меня важен? Полежать, отдохнуть Допустим, со своим любимым внуком провести время Это для меня тоже отдых Ну, и люблю очень читать Выезжаю, конечно То есть езжу в какие-то страны Раз-два Ну, два раза в год точно езжу Какие-то санатории мне нужно Я порезал наши перепелиные яйца Ну, а теперь давайте будем украшать, да? Хорошо, да Чего начнем, я буду вам подавать, Олег Давайте начнем с того, что мы сейчас Наши любимые крабовые палочки Да, наши любимые крабовые палочки Давайте, как мы, вот так, наверное, да? КВН императорские Как они, КВН императорские? Да, именно так Давайте, наверное, яйцо можно все Яйцо можно все Я правильно все сделал Давайте нам лучок сюда Лучок Порезанный, да Красиво, вот так хорошо ты порезал Прямо его молодец Как профессионал такой Или ты есть профессионал? Я есть Без профессионалка Я не знаю Так, ну я, наверное, сразу Перевернем это Помидорок немножечко Да, черьки наши А вот помидоры не похвалили, Артем Почему? Ну, помидоры легко Помидоры что, разрезал, да и все А это вот как бы Так, ну давай, и тебя похвалю Креветки должны сверху просто лежать А знаешь, за что тебя похвалят? За то, что не съел в секретке Как я это сделал я? Я вам сейчас расскажу Какой маленький секрет в салате Значит, берете икру Как же она правильно-то называется? Летучие рыбы Летучие рыбы Правильно Видишь, какой тут внимательный Называется красная икра Летучие рыбы Значит, мы берем Прямо вот можно Вот на такую салатницу Прямо банку можно Вот так вот выбираем, да И как бы мы ее сейчас Все перемешаем Во-первых, увидите Очень красивый Очень ярко Дизайн Да, видите, какое пятно Прямо сразу получается Действительно красиво Ну, только единственное Что не солите сразу Почему? Потому что икра соленая Сама изначально Да И у каждого свой, как бы так Можно сказать, вкус, да? Сейчас для того, чтобы все это у нас Немножко настоялось, как говорится Потому что любой салат Хоть и говорят, чтобы он не оттекал Ему нужно залить сейчас нашим Очень вкусным соусом Вот И тогда мы попробуем А сверху выкладываем креветочки И как бы у нас будет салат уже и готов Можно, я считаю, что у нас остались крабовые палочки, да? Давай-ка их добавим, дружок Потому что они Замечательно Не испортят нам Однозначно Как они, опять ты говорила, называются? Квен императорские Квен императорские О, видишь, как красиво сразу Красота И побольше салата у нас стало, правильно? И, да Да, вот чудесно Так, ну что Добавляем нашу любимую заправку, да? И салат у нас будет готов Потом мы украсим Твоими креветочками, да? То есть мы поливаем сейчас, да? Боже мой, какая красота Насколько я помню, креветка в последнюю очередь у нас справится Да, она обязательно Она Ее не надо будет Как бы Когда уже дома кушаете Это другой вопрос А так Желательно, чтобы у нас Как бы И красота была тоже Блюдо же должно быть Такое И приятное, и эстетическое И красивое То есть все это должно быть Затем потом краешки Надо обязательно, знаете, да? Салатницу Все это Вытереть Чтобы она у нас была красивая Вот Вы как опытный бизнесмен Расскажите, как молодому поколению Вот, например, Олегу Вот, например, мне Да, да Начать бизнес Что для этого нужно? Какие-то секреты Я помню про кредит С этим все хорошо Нет, ну Кредиты на сегодняшний момент Без кредита никуда Ну да Ну, я, например, считаю Что нужно Желание Умение Без обмана Чтобы вы знали Что должна быть такая работа Порядочность По отношению К окружающим людям Ну и твердость Своего, наверное, характера Наши креветки Выложены И это значит Что блюдо готово Для приготовления Салата фламинго Рвем листья салата латук И смешиваем их с руколой Добавляем половинки Перепелиных яиц И помидоров черри Затем кладем мелко порезанный зеленый лук Крабовые палочки И красную икру летучей рыбы Для соуса Смешиваем растительное масло Горчицу Устричный соус Тертый имбирь И сок свежего лайма Заправляем салат Перемешиваем Сверху кладем Вареные креветки Валентина Павловна Большое спасибо Шикарный рецепт Приятная беседа И действительно Салат получился Вкусным Я уверен в этом На сто процентов И большое спасибо За маленькие секреты Бизнеса Которые вы нам Поведали сегодня В процессе беседы Огромное спасибо Что пришли Нам не часто Я скажу часто Не часто Удается пообщаться С такими людьми С которых действительно Нужно брать пример Но это вполне логично Потому что таких людей Очень мало Большое спасибо Олег Большое спасибо Артем Мне было приятно С вами Поработать Показать вам Какие-то маленькие Секретики Но не забывайте О них И дома Применяйте Ну и хотелось бы Всех наших Телезрителей Поздравить С наступающими Еще какими-то праздниками Потому что День влюбленных будет Следующие праздники Пройдут И пригласить к себе Как говорится В центр красоты Розовый фламинго Я вас там всегда жду С радостью А мы вот Наверное Прямо сейчас Снимем фартуки Микрофоны И пойдем Так что готовьте Я рада Я рада 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 Замечательно Дорогие друзья Еще раз напоминаем Что у нас в гостях Была очаровательная Валентина Павловна Постыка Директор Центра красоты Розовый фламинго И ведущие Этой программы Олег Данилевский И Артем Ермаков Большое спасибо До новых встреч До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова